Массовое уничтожение древней культуры. Их искусство, философия, научные открытия, он сжег все. Погибшие тексты могли содержать доказательства внеземных контактов по всему земному шару. В то время люди со всего мира стекались в Мексику. Мы в центре Южной Америки, в глуши. Эта резьба очень похожа на индийскую. Неужели Ватикан до сих пор скрывает доказательства того, что человечество имеет инопланетные корни? Я уверен, что остаются тысячи неисследованных мест, содержащих убедительные свидетельства того, что наши предки общались с инопланетянами. Полуостров, Юкатан, 1549 год. Испанские галлеоны прибыли к берегам Нового Света. С них на сушу высадилась небольшая армия католических священников. Инквизиция была на пике расцвета, и они намеревались обратить языческие души аборигенов в спасительную веру во всемогущего бога. Их предводителем был присланный из Ватикана францисканский монах, фанатик Диего де Ланда. Во времена испанской колонизации полуостров Юкатан был колыбелью цивилизации Майя. Там жил священник, облеченный большой властью, потому что Ватикан имел очень большое влияние. Диего де Ланда явился с желанием обучать аборигенов христианским понятиям и принципам, но когда он познакомился с представителями Майя, то был напуган огромным объемом их знаний. Цивилизация Майя, с которой познакомился брат Диего де Ланда, больше двух тысяч лет процветала среди джунглей и плодородных равнин Центральной Америки. Испанские конкистадоры увидели пирамиды. Они нашли храмы, мощеные дороги, обнаружили тысячи и тысячи рукописей, много тысяч. Изучая культуру Майя, мы подчеркнули много крайне интересной информации. Они почитали множество разных вещей с базы своих знаний, особенно те, что относились ко времени, математическим концепциям, к науке и к движению небесных тел. Но, несмотря на развитую культуру, в религиозном отношении Майя были весьма кровожадными. Они приносили человеческие жертвы, и, по мнению брата Диего де Ланда, поступали так за счет своих бессмертных душ. Это было столкновение культур, которое не сулило народу Майя ничего хорошего. Позже, когда Диего де Ланда вернулся в Испанию, он писал, «Мы нашли тысячи рукописей индейцев, но во всех них была дьявольщина». Новое учение, новая религия пришла на почву, где уже прочно устоялись свои убеждения. Возникла конкуренция. Одним способом ослабить эту прочность было максимальное уничтожение свидетельств старых верований. Они больше не были священными, это был лишь материал, который можно было безнаказанно сжечь. 12 июля 1562 года католические священники при вооруженной поддержке испанского войска исполнили то, что в Инквизиции и получило название «Аото де Фе», то есть «Акт веры». Население Майи должно было либо объявить свою религиозную приверженность христианству, либо умереть. Утверждают, что в этот день были сожжены все священные свитки Майя и более 5000 бесценных изображений, целый исторический архив. Там сожгли тысячи рукописных книг, называвшихся кодексами. Вероятно, сожгли и свитки. Все их искусство, философию, научные открытия, все накопленные знания великой цивилизации. Но мог ли брат Диего де Ланда, вместе со всем багажом знаний Майя, уничтожить нечто такое, что имеет еще большую историческую ценность? Мог ли он стереть следы инопланетных предков Майя? Старшие представители Майя передали нам очень интересную информацию. Они рассказали о временах, когда их привели в эту страну небесные люди. Может ли это относиться к некой исчезнувшей, возможно, даже внеземной расе? Они явно обладают знаниями в математике и науках, источник которых мы сейчас не можем объяснить. Если их спросить, как они получили такую поразительную информацию, они всегда отвечают. Мы почерпнули ее у небесных людей. Традиционные легенды Древней Мексики повествуют о великом учителе, ступившем на берег залива. Он прибыл и привез с собой науки и искусство. Нам известно, что традиция может уходить корнями в великую цивилизацию, существовавшую задолго до Майя. Но что это были за люди и откуда они взялись, никому не известно. Мексика, местность Трес-Сапотес, 1938 год. Шеф Смитсоновского бюро американской этнологии, археолог Мэтью Стерлинг, изучает отчет, 70 лет пролежавший под сукном. В нем описана находка местного фермера, древняя мегалитическая скульптура. Расследование Стерлинга увенчалось замечательным открытием. Зарытой в землю гигантской каменной головой, она стала первой из 17 найденных голов. Каждая весила 8 тонн и была сделана 3000 лет назад. Такой возраст позволяет предполагать, что голову вырезали не майя, а более древняя цивилизация — ольмеки. Ольмеков часто называют материнской культурой Мезоамерики. Это была первая сложная и значительная по размеру и важности культура в этой части света. Культура ольмеков возникла за 1400 лет до нашей эры в районе нынешнего мексиканского штата Табаско. Потом неожиданно образовалось полноценное общество и цивилизация. Возникает вопрос, откуда пришли альмеки? Некоторые утверждают, что многие из этих красивых статуй и колонн изображают африканцев. Они выглядят чужеродными для нового света, но хорошо вписываются в Африку южнее Сахары. Это не связано с научной физической антропологией, просто вытекает из внешнего вида артефактов. В одинаковых камнях высечены образы китайцев, вьетнамцев, полинезийцев и даже европеоидов. Это большая загадка альмеков. Откуда пришли эти люди? Когда-то все эти столь различные расовые признаки, которые видны на альмекских статуэтках и статуях, вызывали потрясение у археологов. Как будто в то время в Мексику съезжались люди со всего мира. Как им это удавалось? Служат ли альмекские головы и другие артефакты свидетельством того, что корни древней цивилизации были не в Южной Америке, как считают многие археологи, а в тысячах километров от нее, в другом полушарии. Но каким образом? Сторонники теории палеоконтакта считают, что ответ можно найти после тщательного изучения необычных артефактов, найденных в мексиканской Лавенде. В Лавенде есть изображения, показывающие альмеков в весьма причудливых сценах. На одном из них мы видим пернатого змея, который летит по небу, а ниже видим человека, сидящего внутри этого змея. Закрадывается подозрение, что альмеки имели доступ к авиационной технологии. И я думаю, что так оно и есть. Потому что в Нью-Йорке, в Музее естественной истории, есть альмекская статуэтка. На человеке явно надет герметичный скафандр. На груди элементы управления и трубки. По бокам у него шесть крыльев. На мой взгляд, это свидетельство того, что наши предки тысячи лет назад имели доступ к авиационной технологии. Возможно ли, что предки альмеков пришли в Южную Америку издалека из-за океана? Сторонники теории полеоконтакта отвечают утвердительно. Причем они считают, что люди не приплыли в кораблях, а прилетели по небу в инопланетном космическом корабле. 27 марта 2019 года. Колумбия, Сан-Агустин. Сторонник теории полеоконтакта Дэвид Чилдресс приехал в этот уединенный город, чтобы исследовать место, десятилетиями приводившие ученых в недоумение. Археологический парк Сан-Агустина расположен в Южной Колумбии, глубоко у подножья Ант. Здесь более 500 мегалитических статуй неизвестного происхождения. Они были обнаружены испанским монахом в середине 18 века и являются плодом труда самых ранних местных цивилизаций. Их возраст минимум 2000 лет. Дэвид Чилдресс много лет исследует этот район. Он убежден, что многие скульптуры тесно связаны с альмекскими статуями, впервые обнаруженными в начале 19 века в Мексике, в 2500 километров к северу отсюда. Нам известно, что альмеки жили на территории Мексики и Центральной Америки, но свидетельств присутствия их в Южной Америке до сих пор не находилось. Эти свидетельства найдены здесь, в Сан-Агустине. Это одно из самых ранних поселений альмеков, потому что Сан-Агустин возник около 3000 лет до н.э. Другие альмекские поселения в Мексике моложе. Они образовались в среднем за 1000 лет до н.э. Следовательно, это очень важное место. Дэвид Чилдресс считает, что каменное извояние в археологическом парке Сан-Агустина очень похоже на скульптуры, найденные в Мексике, но еще сильнее они напоминают индийские фигуры и изображения, найденные в Индии и Юго-Восточной Азии. Фигура с черепом, а по бокам еще две фигуры. Это очень по-индийски. Эти двое — привратники. Смотри, как они держат оружие, защищая главное божество. Центральная фигура держит череп. И два охранника с оружием. Это типичное южно-индийское искусство. Точно такие же стоят в индийских храмах. Поразительно. В Южной Америке я не видел ничего подобного. Но что особенно интересно, это клыки у главного божества. В Южной Индии, в штате Тамилнат, Шива изображен с такими же клыками. Ты считаешь, что в центре изображен Шива? Да. Шива — разрушитель миров. Но возможно ли, чтобы изображение этого уникального индийского божества находилось в Южной Америке? Да еще в виде мегалитической скульптуры возрастом больше двух тысяч лет. Да, это лингамы, символы Шивы. Мы видим на них все больше и больше деталей. Это классический муколингам. То есть лингам с лицом наверху. Муколингам. Да, слово мука переводится как лицо, а лингам — это цилиндрическая конструкция. Это классическая индийская иконография. Ее можно увидеть во многих древних храмах. Орел несет в клюве змею и придерживает когтями. Это классическая индийская иконография. Здесь Гаруда держит Нага. Гаруда всегда изображается как гигантская птица и, как правило, держит змею в клюве или в когтях. Да, нечто очень похожее я видел во Вьетнаме, в районе Тямпы. Могу показать фотографию. Значит, змея, которую он держит в клюве и когтях — это Нага. Верно? Да. В индийских текстах Гаруда и Наги не считаются животными. Это две различные расы. Одна из них — Гарудли. Они спустились на планету с небес. А Наги — это змеи, рептилии, изменяющие форму. Они живут под землей. Это интересная история, потому что они изображены на современном мексиканском флаге. Правда? Да. Надо же. Значит, Гаруда некоторым образом символизирует воздушные, космические корабли и их полеты. Да, точно. И здесь, в Южной Америке, в глуши стоят изваяния в точности, похожие на индийские. Как это возможно, если не было связи? Древние индусы. Перелёт через Тихий океан на воздушном судне. Но даже если такое было возможно, то где свидетельства? По мнению сторонников теории палеоконтакта, свидетельства существуют и были проверены. И это подтверждает, что тысячи лет назад здесь, на Земле, побывали инопланетные пришельцы. Посмотри на этот дольмен. Что ты видишь? В центре божество, а по бокам от него два охранника. Но эти охранники не люди и даже не гуманоиды. На их телах изображены поперечные линии. Видишь? И вот что ещё интереснее. Видишь? Наверху у них нечто похожее на капюшон. Это атрибут кобры. Но ведь кобры не живут в Южной Америке. Тогда откуда здесь появился такой мотив? И можешь не поверить, но такие изображения есть и в Юго-Восточной Азии. Вот это храм в Таиланде. Видишь, его охраняют двое нагов. Вижу. У них тоже обозначены рёбра на животах. Как здесь. Да, поперечные линии на телах. Поразительно. И есть ещё одна характерная черта, она тебе понравится. Это пернатые змеи, подобные кукулькану. Пернатый змей воплощение кукулькана. Кукулькан — это бог Майя. Самое известное его изображение есть на храме Эль-Кастильо в Чечен-Ице. Оно представляет пернатого змея, спустившегося с неба. Но сторонники теории палеоконтакты, в отличие от археологов, представляющих главное направление, считают, что в качестве кукулькана изображён не пернатый змей, а космонавт. Они ссылаются на изображение лица, которое часто выглядывает из пасти змея. По их мнению, это космонавт в шлеме, управляющий большим летательным аппаратом, подобным тем, что в индуизме называются виманами. В Махабхарате описаны совершенные летающие машины, называемые виманами. Там утверждается, что боги спустились с небес, пользуясь виманами. Там же говорится о культуре майя. Ты сам описывал в одной публикации несколько типов виман. Этот тип виманы с хвостовыми стабилизаторами. И особенно поражает то, что в музее золота в Боготе есть такие же виманы, сделанные из золота. В начале 20 века расхитители гробниц нашли у реки Магдалены в Колумбии захоронение, которому насчитывалось полторы тысячи лет. Внутри они обнаружили сотни маленьких золотых статуэток. Они нашли сотни маленьких золотых объектов, многие из которых изображали животных, а 17 были поразительно похожи на самолеты с присоединенными внизу крыльями. У птиц же крылья находятся там, где у нас плечи. Вот так. Следовательно, в животном царстве нет таких представителей, которых изображают артефакты из культуры Кембая. В 1996 году два инженера взяли несколько таких древних артефактов, увеличили их до такого размера, укрепили на них пропеллеры, подбросили воздух и они полетели. Возможно ли, чтобы какие-либо из найденных в Колумбии статуэток Кембая изображали то, что индийцы в другом полушарии описывают как виманы? Сторонники теории полеоконтакта считают, что ответ можно найти, если присмотреться к персонажу из древнеиндийских текстов. Персонажу по имени Майя. Майя это индийское слово. Оно переводится как иллюзия или бог иллюзий. Так называли короля Асуров. Это имя он получил потому что мог создавать волшебные иллюзии. Майя произошел от божества Брахмы. Он был великим зодчим, великим волшебником. Он изобрел летающую машину. Он был внеземным, потому что родился не на земле. То есть у него было инопланетное происхождение. Майя выезжал за пределы Индии и мог посетить Мексику. Интересно, что в культуре Майя была книга «Попа-Львух». В этой книге рассказывается как «Бог пришел с Востока». И я думаю, это тот же Бог, о котором говорится в обеих культурах. Если божественный король Майя реально существовал, как считают миллионы индусов, то, возможно, центральная американская цивилизация Майя взяла себе его имя. Сторонник теории палеоконтакта Дэвид Чилдрес в этом убежден и считает, что в Сан-Агустине есть скульптура, которая не только подтверждает эту теорию, но и является по сути изображением пришельца. Археологический парк Сан-Агустин расположен в Колумбии вдоль западного берега реки Магдалена, неподалеку от слияния ее с двумя другими реками. Сторонники теории палеоконтакта считают, что это место выбрано не случайно и имеет особое значение. Они могли найти место где угодно. Почему тогда они выбрали Сан-Агустин в Колумбии? У нас в Индии есть место называемое Тревени-Санган. Там встречаются три большие реки. Это место считается священным. Там построено много храмов. Тот, кто прибыл сюда из Индии, выбрал это место, потому что здесь тоже встречаются три реки. А для того, чтобы найти такое место, нужна аэросъемка. Они пользовались виманами. Вот почему они построили здесь древний храм Шивы. Виманы. Внеземные летательные аппараты, описанные в древнеиндийском тексте Махабхарата. Возможно ли, чтобы индийские исследователи совершили путешествие из Индии в Южную Америку и поселились в этом районе много столетий назад? И могли ли они проделать такой путь, длиной 19 тысяч километров, пользуясь виманами? Сторонники теории палеоконтакта отвечают утвердительно и считают, что ответ на вопрос, заставивший их приехать сюда, может быть найден при изучении одной из древних статуй, стоящих в парке. Не могу назвать ее иначе, как космонавтом. Ты видишь, что на нем надето нечто вроде шлема. Похоже, у него есть защитный козырек, два прямоугольных глаза и прямоугольный рот, а носа нет. В руках, видимо, силовой жезл. Здесь особенно интересен этот длинный цилиндр, который он держит. Если смотреть внимательно, можно увидеть, что он продолжается у него под ногами. Этот цилиндр используется, чтобы спускаться под землю. Это очень интересно, потому что в индийской культуре есть бог по имени Сварна Калла Бхайрава. Это бог золота. Он спускается под землю и добывает золото инструментом, называемым кейла. Возможно, это специальный зонд, который вводится под землю и помогает обнаружить золото и минералы. А этот инопланетянин им управляет. Космонавт, добывающий золото. В 1976 году писатель и исследователь Захария Ситчин опубликовал книгу под названием «12-я планета». Там он привел переводы и интерпретацию текстов самой древней человеческой цивилизации шумеров. Согласно Ситчину, существа, описанные в текстах под названием Аннунаки, это пришельцы с другой планеты. Они создали человечество как рабов, чтобы заставлять их добывать золото, которое входило в состав топлива космических кораблей аннунаков. Сегодня Сан-Агустин остается уединенным горным селением. В древние времена добираться сюда было исключительно трудно, но здесь был богатый золотом район. Если вы искали золото, то вам надо было ехать сюда. Возможно, странные извояния, найденные в этом районе, послужат доказательством справедливости невероятной теории Ситчина. И быть может, древние люди, путешествовавшие из Азии в Южную Америку, искали металл, который, как учили, был необычным, священным. Что касается Сан-Агустина, то испанцы не знали об этом древнем святилище, потому что если бы они узнали о нем, то наверняка бы разрушили. В Колумбии и по всей Мезоамерике лежат еще никем не обнаруженные руины древних цивилизаций. А при таких в последние сто лет были сделаны в Сан-Агустине, мы имеем шанс переписать всю историю Южной Америки. Могут ли статуи Сан-Агустина служить достоверным свидетельством не только контактов между азиатами и южноамериканцами много веков назад, но и того, что эти контакты стали возможными в результате инопланетного вмешательства? Сторонники теории полеоконтакта в этом убеждены и утверждают, что дальнейшие доказательства лежат под замком в тайных архивах Ватиканской библиотеки. Юго-Восточная Азия 2000 лет до нашей эры. Примерно в то же время, когда в Мезоамерике появились Альмеки, в районе современного Вьетнама образовалась этнически разнородная цивилизация путешественников мореплавателей. Тямы Тямы австронезийцы говорят на австронезийских языках и живут в Центральном Вьетнаме. Австронезийские языки включают полинезийский, индонезийский и так далее. Среди тямов много морских путешественников. Словом, тямы обозначается народ, мигрировавший из Египта в Индию и Юго-Восточную Азию. Если тямы мигрировали в Южную и Центральную Америку, то древние тямы наверняка были индусами. Это было тесное сотрудничество между развитыми человеческими и внеземными цивилизациями. Вот почему эти артефакты настолько разнообразны, а гигантские строения бросают вызов логике. Гигантские эльмекские головы и артефакты, найденные в Мексике, напоминают общество, состоящее из разных рас, которые, как считалось, не могли быть представлены в Центральной Южной Америке до 15 века. Может ли быть, что эти люди оказались среди мигрантов, отправлявшихся в Южную Америку из разных частей Южной и Юго-Восточной Азии тысячи лет назад? Мне пришло в голову, что тямы, возможно, были вовлечены в качестве посредников в морские связи между Юго-Восточной Азией и Новым Светом, в частности, северо-востоком Южной Америки. Современное картирование ДНК, мы называем его молекулярным анализом ДНК, революционизировало наше понимание миграции людей по всему земному шару. Мы находим все более отчетливые подтверждения связей жителей Южной Индии, например, Шри-Ланки, Юго-Восточной Азии, Австралии, Микронезии, Меланезии, через Полинезию и до Южной Америки, Мезоамерики. Но если из Южной и Юго-Восточной Азии в Южную Америку мигрировали сотни или даже тысячи людей, то как они добирались туда? Плыли морем? Или летели по воздуху в инопланетных кораблях-виманах, как считают многие сторонники теории палеоконтакта? Мы снова и снова читаем об этом в Махабхарате. У некоторых виман были большие крылья, было хвостовое оперение, как у современных самолетов. Почти все эти машины упоминались пять тысяч лет назад в Махабхарате. Но если много веков назад происходила массовая миграция такого масштаба, да еще с помощью инопланетной технологии, то почему мы не находим подтверждений этой невероятной теории? По мнению сторонников теории палеоконтакта для ответа нужно вернуться к кровавым казням, которые испанцы учиняли над Майя в 16 веке и к намеренному уничтожению братом Диего де Ланда письменных свидетельств многовековой истории Майя. Сторонники теории палеоконтакта считают, что это уничтожение было не настолько тотальным, как принято считать. Католическая церковь пыталась уничтожить древнюю религию. Она устроила большое шоу из костров с горящими в них книгами, но в то же время католическая церковь старалась накапливать знания. Я бы не удивился, узнав, что Диего де Ланда сжег не все, а часть текстов отправил в Ватикан. Люди часто говорят, что Ватикан не может просто так что-либо уничтожить. Там вообще ничего не уничтожают. Они прячут находки. Какая еще организация в мире имеет архив, называемый секретным? Вполне возможно, что католическая церковь делает вид, будто пытается все уничтожить. Но знания, которые она собирает в Северной и Южной Америке, могут оказаться ей полезными в будущем. они могли припрятать тексты, но оставить их в своем распоряжении. Это очень важно. Ватикан все держит под контролем. Знание — сила. И Ватикан всегда это знал. Ватикан всегда знал тайны, не предназначенные для среднего человека. Могла ли католическая церковь инсценировать уничтожение истории Майя и священных свитков и спрятать их в знаменитом Ватиканском секретном архиве? Сторонники теории палеоконтакта в этом убеждены. А мотивы церкви заключались не просто в желании обладать древней мудростью, они лежат гораздо глубже. Настоящая причина для сокрытия доказательств в том, что истоки цивилизации Майя и других, существовавших за тысячи лет до нее, могут быть прослежены не только до других континентов, но и до других планет. гигантские мегалитические головы, фигурки, изображающие самолеты, и статуи, напоминающие культуру другого полушария. Сторонники теории палеоконтакта считают, что католическая церковь скрыла часть информации, когда почти 500 лет назад пыталась уничтожить все следы культуры Майя. Интересно, что все эти древние культуры, включая Майя, обладали глубокими познаниями в математике и других науках, и мы не можем объяснить, откуда они черпали информацию. Доказательством существования трансокеанской миграции и более того, визитов инопланетян, по мнению многих сторонников теории палеоконтакта, представляют серьезную угрозу католической иерархии, полной предрассудков фанатизма и нетерпимости в духе инквизиции. Но если это невероятная теория правдива, то что же случилось с инопланетными гостями? Зачем они прилетали? Лишь на время или они где-то спрятались? Из-за многих войн и катаклизмов эти цивилизации начинали угасать, как это обычно и происходит с цивилизациями. В конце концов космические корабли перестали прилетать, а внеземные полубоги забрали назад свою технологию. То есть мы не знаем, что случилось с пришельцами и куда они делись. Возможно, они просто не хотят, чтобы их обнаружили. Может, они решили так. Земляне получили зерна цивилизации. Подождем и посмотрим, что они будут делать. По мнению сторонников теории палеоконтакта, доказательство визита инопланетян еще не найдено. Оно зарыто в глубине веков среди пыли и камней. Но правда открывается каждый день. С февраля 2018 года по март 2019 только в Мексике археологи сделали ряд невероятных открытий. Артефакты майя были найдены в Теотиуакане. До сих пор считалось, что там жили только ацтеки. В скрытой пещере под городом Чичаныца было обнаружено еще 200 артефактов культуры майя. А под плотным покровом джунглей недалеко от озера Пацкуара сканер Лидар выявил древний город размером с Манхэттен. В начале 90-х годов печатались фантастические рассказы о том, что когда-нибудь мы заглянем под плотные заросли джунглей. И вот, пожалуйста, прошло 20-25 лет, и такая технология уже существует. Сегодняшние спутники могут видеть сквозь почву, заглядывать под землю в поисках неизвестных подземных строений. И знаете что? Они их находят. Мы начинаем новую эру открытий. И я могу предсказать, что тысячи пока еще не изученных мест наконец увидят свет. Если у вас есть мозаика из тысячи кусков, то, чтобы увидеть картину в целом, вам не надо выкладывать всю тысячу. Достаточно выложить 980, и я гарантирую, что вы увидите общую картину. Действительно ли человечество стоит на пороге поразительных открытий, которые подтвердят, что к нам прилетали гости из космоса? И это продолжалось столетиями и происходило во всем мире. Быть может, под руинами недавно найденного мексиканского храма археологи найдут окончательное доказательство палеоконтакта и подлинных истоков человечества. А как тебе это? О, да, это лингамы, символы Шивы. Мы видим на них все больше и больше деталей. Смотри, здесь есть даже лицо. Да, посмотри сюда. Это классический муколингам. То есть лингам с лицом наверху. Муколингам. Да, слово мука переводится как лицо, а лингам это цилиндрическая конструкция. Это классическая индийская иконография. Ее можно увидеть во многих древних храмах.